Ну, безусловно, здесь вообще, если так берем глобально, несколько причин. Есть конфликт, который обострился. Конфликт, мы знаем, клеит уже давно этот, с 87-88 года. Если брать исторически, то еще глубже. Корни конфликта лежат между Арменией и Азербайджаном. И сейчас, когда происходит такое глобальное смещение геополитических плит, вообще изменение старой модели мира, перестроение этой модели. И это влияет и на региональные, скажем так, процессы, которые вот мы видим, например, в 2008 году события происходили до Грузии. Сейчас Азербайджан, Армения. Это как бы, скажем так, первые весточки меняющихся глобальных таких процессов, трендов, которые сейчас мы видим вообще на международной и на мировой арене. И то, что происходит сейчас между Азербайджаном и Арменией, нагнетание обстановок, многие говорят, что это все в рамках тех вот обстрелов, которые на протяжении долгих лет, они периодически или с одной, или с другой стороны периодически происходят. Но это уже совершенно иная ситуация на сегодняшний день, чем вот те просто, скажем так, попытки Армении или Азербайджана напомнить о том, что существует этот конфликт, о том, что существует эта проблема. Сейчас мы видим уже действительно глобально разворачиваются боевые действия на этой территории Нагорного Карабаха и прилегающих территорий между Азербайджаном и Арменией. И здесь есть еще несколько внешних таких факторов. Прежде всего, один из них это обострившиеся противоречия между Россией и Турцией, в которой Азербайджан выступала определенным посредником и была, можно сказать, таким урегулирователем или, скажем так, помощником в отношениях между Турцией и Россией, Москвой и Анкарой. И на фоне обострений отношений между Ардаганом и Путиным, Москвой и Анкарой, происходит обострение им в регионе. Здесь, безусловно, виден и турецкий след происходящих событий. То есть конфронтация и усиление – это как раз дело рук, в принципе, Анкары в большей степени. И во многом это действие еще Вашингтона, который в силу того, что сейчас происходят выборы в Соединенных Штатах Америки, и Соединенные Штаты Америки в большей степени заняты внутриполитической борьбой, необходимо еще навязать, скажем так, задачи для размышления своим главным геополитическим врагам – Китаю и России. Мы видели, с Китаем происходило много различных противоречий, недопониманий Соединенных Штатах Америки. Это вход военных кораблей в Японское море, в территориальные воды Китая. Это противоречия, которые в Гонконге происходят, в других регионах Китая. И Россия, соответственно, тоже является одним из основных геополитических соперников Соединенных Штатов Америки. И необходимо также Россию заставить задуматься и разбираться с внутренними конфликтами, а не лезть в Сирию, скажем так, в Ливию, в Средиземное море и в другие сферы интереса Соединенных Штатов Америки. Запутать и углубить Россию в конфликтах, которые находятся, скажем так, в пределах ее ближайшего геополитического пространства, на границах практически. То есть то, что происходит на Украине, то, что происходило в Грузии в 2008 году, то, что происходит сейчас в Азербайджане и Армении, в Нагорном Карабахе, это все, скажем так, такие только первые ласточки. Вот этих событий мы будем видеть в ближайшее время все больше и больше. Сейчас говорят о том, что большие силы, эксперты отмечают, что большие силы подразделений НАТО скапливаются на территории Румынии, в ближайшем соприкосновении с Республикой Молдова. И недавно прошли учения между Республикой Молдова, Румынией и войсками НАТО по предотвращению, скажем так, агрессии врага, потенциальным врагом считается Россия. То есть Приднестровский конфликт в ближайшее время, возможно, будет, скажем так, выведен на новую фазу противоборства. Как России действовать в этом регионе и в этом конфликте? Безусловно, на сегодняшний день ситуация по сравнению с 90-м годом, когда конфликт произошел первый такой активный, ситуация очень изменилась. Армения сейчас стала главным таким партнером России в таможенном союзе, ЕС и ЕАЭС. И это тоже откладывает определенные отпечатки на то, как Россия должна действовать. И господин Алиев, и Путин являются тоже такими партнерами и друзьями. И между Баку и Москвой тоже существует большое количество там партнерских взаимоотношений, товарообменных взаимоотношений, экономических взаимоотношений и так далее. То есть это очень тонкая и очень сложная проблема для Москвы на сегодняшний день. И это отражается в непонимании, каким образом освещать на основных государственных каналах эту проблематику. Мы видим, что события происходят очень активно. На первом канале, телеканалу «Россия-1» мы не видим четкой какой-то картины, четкой какой-то позиции Кремля. Это говорит о том, что Россия, Москва до сих пор, Кремль не понимает, как в этой ситуации правильно поступить и как действовать. Как должна действовать Россия? Тут есть несколько, скажем так, конечно, механизмов. Есть уже определенные договоренности, которые были там достигнуты при поддержке ООН. Но эти договоренности, к сожалению, они неприемлемы для одной из сторон, для Азербайджана, например, который считает всю территорию Нагорного Карабаха своей территорией. В то же время Армения, которая эти территории на сегодняшний день фактически контролирует, она, естественно, эти территории не собирается отдать. То есть какое-то взаимовыгодное решение вот этой ситуации для Армении, Азербайджана на сегодняшний день невозможно, потому что ни одна, ни другая сторона не хотят даже, скажем так, если брать просто, да, половинчато разделить эти территории, да, и, как говорится, ни нашим, ни вашим, да, что-то среднее найти. Вот этого среднего, к сожалению, за 20 лет, там, переговор, более 20 лет переговоров, и попыток решить и урегулировать этот вопрос не получилось. И сегодня позиция России, она, безусловно, должна оставаться максимально сдержанной и стараться ввести сюда миротворческие войска и создать линию разграничения, как это вот происходило во время Приднецовского конфликта. Это единственный на сегодняшний день такой здравомыслящий и подходящий вариант. То есть ввести миротворческие подразделения именно или стран договора коллективной безопасности, в который входит и Армения, и, соответственно, вот эту линию соприкосновения, ну, скажем так, разграничить и отдалить друг от друга, потому что соприкосновения там азербайджанских и армянских подразделений, Нагорно-Карабахских, ну, по сути, армянских подразделений, они, линия соприкосновения очень тесная, да, то есть это прямая линия, можно сказать, боев, и необходимо создание нейтральной зоны и размещение здесь миротворческого контингента, иначе этот конфликт может перерасти в более активную фазу. То, что сейчас говорят, это очередная такая волна, скажем так, попыток напомнить о том, что этот конфликт существует, ничего это там к активной какой-то фазе не приведет. Сегодня ситуация глобальная и ситуация региональная складывается очень непросто, и вот как раз в этот период сложный вот этот конфликт, и не только этот конфликт, может перерасти в активную фазу. Необходимо прикладывать максимально усилий, чтобы этот конфликт ликвидировать. Вот один из вариантов, который я выше обозначил.